Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Нам нужно сохранить память. Самое главное – сохранить свою историю. Если мы будем знать и помнить свою историю, то у нас будет хорошее будущее. Огонь как символ памяти. Анапа приняла участие в краевой патриотической акции. Максимально будем уделять внимание нашим пляжам. Почему? Потому что от этого и зависит комфорт наших людей, приедут ли они в следующем году или нет. Потому что пляжные территории – это все-таки лицо нашей Анапы. Анапа стала другой. О каких изменениях говорил губернатор во время своего визита в наш город? Гость темы недели – заместитель главы города Эдуард Баумышев. Скамейки с карандашами. В Анапе появились оригинальные и функциональные арт-объекты. Анапа приняла эстафету памяти. Краевая патриотическая акция проходит уже второй год подряд. Огонь, зажженный в городе Герои Новороссийск, побывает во всех муниципалитетах региона. Завершится акция в Краснодаре 22 июня в День памяти и скорби. Это огонь памяти. Его зажгли в начале февраля на площади Героев города Новороссийска. Анапе его передают участники движения «Пост номер один» из Крымского района. Между молодежными патриотическими организациями двух муниципалитетов сложились товарищеские отношения. Эстафета памяти – одна из объединяющих акций. Встречаемся мы регулярно, потому что проходят у нас подобного рода мероприятия. Приезжаем либо мы сюда в город-курорт Анапу, либо к нам в Крымский район приезжают ваши ребята, когда участвуют у нас в мероприятиях на Сопке Героев, либо на других мемориалах. Я заметил, что проводится очень обширная работа, потому что молодежь подготовленная, знает, как себя вести на данных мероприятиях. Ведут себя культурно, достойно. Приходит очень много ветеранов, как я сегодня заметил. Акция проходит уже второй раз. Здесь огонь памяти побывает в одном из храмов, а затем будет временно храниться в Центре патриотического воспитания молодежи Ратмир. Ну, во-первых, преемственность поколений. Нам нужно сохранить память. Самое главное – сохранить свою историю. Если мы будем знать и помнить свою историю, то у нас будет хорошее будущее. Мы будем помнить и сохраним культуру просто-напросто. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, в Анапе свято чтут память о тех, кто погиб, освобождая город и страну от немецко-фашистских захватчиков и принятие эстафету памяти – честь для города воинской славы. Наша молодежь должна знать, что Европа рукоплескала именно советскому солдату-освободителю, который всю основную тяжесть Великой Отечественной войны вынес на своих плечах. Церемония в сквере боевой славы завершилась минутой молчания и возложением цветов. Уже в понедельник, 21 мая, анапчане передадут огонь участникам движения «Пост номер один» Абинского района. Завершится акция в Краснодаре 22 июня в День памяти и скорби шествием в рамках уже всероссийской акции «Свеча памяти». Александр Ребекко, Роман Веркалеев, Анапа-регион. Анапа – страница Великой Победы. Цикл телевизионных передач, которые созданы журналистами нашей телерадиокомпании, сегодня были переданы в библиотеки города-курорта. Теперь они – часть фондов муниципальной сети книжных залов. О том, какая судьба ждет эти проекты, в нашем сюжете. «Ожившие письма» – это совместная работа телерадиокомпании Анапского археологического музея и театра студии «Пигмалион». Для создания проекта были использованы подлинные фронтовые письма анапчан, участников Великой Отечественной войны. Читали их потомки тех, кто отдал свою жизнь ради Победы. Вот скоро уже два месяца, как я нахожусь в Венгрии. Прошел ее всю, почти до самой австрийской границы. Скоро будем воевать в Австрии. Пока что жив и здоров, и жизнь идет, в общем, замечательно. «Милая мама, никогда не беспокойся, когда от меня так долго нет писем. Это значит, что я жив и здоров, а случится что-либо со мной и без меня напишут». Было очень приятно, что многие из участников этого проекта, я имею в виду детей актеров театра студии «Пигмалион», ну, они хотя бы тоже вспомнили своих прадедов, которые 73 года назад, больше, чем 73 года назад, победили в Великой Отечественной войне, принесли мир и свободу. Я надеюсь, что этот проект будет интересен как взрослым, так и детям. В основу проекта «Говорящие памятники» вошли истории трех героев Советского Союза, которые погибли в Анапе – Ивана Голубца, Сурена Аракеляна и Дмитрия Калинина. Из всего отряда я остался один. Автомат свое отработал. В последнем диске не осталось ни одного патрона. Я, раненый в правую руку и ногу, пошел на врага, сжимая здоровой рукой последнюю противотанковую гранату. Это не первый и, естественно, не последний наш проект на эту тему, поскольку День Победы – это, прежде всего, память. Память о той цене, которую пришлось заплатить в этой Великой войне. Этот год посвящен 75-й годовщине освобождения Кубани. Телевизионные проекты, по словам библиотекарей, не залежатся в архивах фондов. Здесь запланировано большое количество мероприятий об истории Великой Отечественной войны. В библиотеках, конечно, есть богатый ресурс. Это потрясающий патриотический фонд, который помогает нам в работе по воспитанию патриотическому и просвещению. Электронные базы данных, традиционные базы данных. Но, тем не менее, вот этот проект действительно станет хорошим подспорьем в проведении массовых мероприятий. Вечная слава вечно живым. В Анапе продолжают освобождать муниципальные территории от незаконных конструкций, навести порядок в сфере торговли, поручения главы города. Только за сегодняшний день специалисты муниципального контроля демонтировали семь самовольно установленных объектов. Решение об их сносе было принято на межведомственной комиссии. Этот киоск бытовой химии и пластиковой посуды установлен на муниципальной земле без разрешения. Рядом такие же незаконные столовые и сувенирные лавки. Все они подлежат сносу. Сегодня в поселке Витязево было демонтировано четыре некапитальных объекта. В ходе мониторинга было выявлено, что на муниципальной территории были установлены незаконно объекты. По решению межведомственной комиссии, которая состоялась уже, был поднят вопрос о их демонтаже. Что на данный момент и происходит. С муниципальной территорией убираются объекты, которые были вынесены на комиссию. А это уже город, проспект революции. Еще недавно здесь стояла незаконная торговая точка. Сегодня муниципальная территория освобождена. Причем собственник демонтировал объект самостоятельно. Собственники провели себя адекватно. После решения межведомственной комиссии были выданы информационные оповещения о том, что необходимо демонтировать самим, либо будут демонтированы силами администрации. Силами администрации были демонтированы еще два незаконных объекта с улиц Пушкина и Черноморская. Судьба этих ролетов будет решаться в ближайшее время на межведомственной комиссии. Рабочие группы проводят мониторинг ежедневно. По словам сотрудников Управления муниципального контроля, работа с незаконной торговлей ведется успешно. С начала года межведомственная комиссия приняла решение более чем по 30 объектам. И эта работа будет продолжаться. Глава города Юрий Поляков поставил задачу к началу курортного сезона навести в сфере торговли порядок. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. В Анапе установили скамейки, которые символизируют город детства. Они выполнены по оригинальному проекту и вполне могут стать одной из местных достопримечательностей. Пока скамеек две. Их установили рядом с одним из главных символов курорта цветочными часами. Если новые объекты придутся по вкусу гостям и жителям города-курорта, то со временем их будет больше. Ранее глава города-курорта Юрий Поляков поставил задачу устанавливать различные малые архитектурные формы, которые будут создавать атмосферу, а быть может и расширить список достопримечательностей Анапы. Анапа представит свой потенциал в агротуризме на краевой выставке. Завтра в Краснодаре стартует ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского туризма «Агротур-2018». Анапская делегация уже готовится к мероприятию, обустраивая презентационную площадку в стиле кубанского подворья. Муниципальное образование город-курот Анапа будет представлять винную деревню в составе четырех виноделов. Один из них является победителем конкурса «Лучший объект аграрного туризма 2018 года». Также будут представлены устречное хозяйство, ремесленники, мастер-классы и творческие коллективы. Анапские аграрии подготовят для гостей дегустацию лучших образцов авторского вина. Народные умельцы проведут обучающие мастер-классы. Агротур откроется в Краснодаре 19 мая в 11 часов на площади у Законодательного собрания края. Что обсуждалось за закрытыми дверями Совета безопасности, который прошел в нашем городе, итоги проверки губернатором края готовности Анапы к курортному сезону и почему не пугает нас конкуренция с Крымом. Об этом в нашей рубрике «Тема недели». На этой неделе Анапа принимала Краевую совет безопасности, которую вел лично губернатор. Ну а перед этим Венимин Кондратьев лично проверил готовность курорта к началу сезона. Анапа стала другой, сказал губернатор, подводя итоги. Какое стало Анапа? Что изменилось? Я предлагаю сначала посмотреть материал, потом вернуться в студию и продолжить разговор. Глава региона специально приехал в Анапу, чтобы проверить, насколько курорт готов к началу сезона. Ведь еще прошлым летом к состоянию территории у губернатора были претензии. Сегодня изменения, как говорится, налицо. За проделанную работу Венимин Кондратьев благодарит мэра Анапы, который заступил на свою должность полгода назад. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, ну и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих в Анапе. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная. И, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они достаточно вернутся. А это единственный в Анапе отель, который работает по системе «Все включено». Сейчас тут наводят последний марафет в номерах. С 11 июня уже забронировано почти три этажа. Ждут здесь не только туристов. На время чемпионата мира по футболу тут разместится сборная Дании. В отеле специально пришлось докупить мебель и жесткие матрасы. А наши кубанские повара разработали меню для иностранных гостей. Внутри главе региона показывают номера, которые подготовили для футболистов. Для руководства отеля предстоящий мундиаль. Своего рода экзамен. После него тут планируют принимать еще больше гостей. Рядом инвестор строит еще два корпуса. Соглашение было подписано буквально несколько месяцев назад на сочинском форуме. Вот мы подписали соглашение в феврале. Сегодня уже 100 миллионов инвестировали. Уже идет полное строительство. Если там будет такое же качество, как здесь, там будет лучше. Коллеги, о чем мы говорим? Только вот при таких обстоятельствах, когда мы строим такие современнейшие отели, комфортные отели, доступные по цене, мы не только сохраним количество туристов, которые приезжают в наш край, мы и увеличим, и увеличим кратно отдыхающих, создавая условия, доступные условия для качественного, комфортного отдыха и жителей края, и жителей, конечно, страны. А вот то, что сейчас я вижу, мы к этому не только стремимся, мы это уже реализуем. Уже начали. Это, коллеги, лучше любых отчетов. Мы сейчас стоим уже в готовом, где сборная Дании будет проживать, где сегодняшние отдыхающие уже проживают. А это и экономика. Коллеги, все, что мы делаем, это наша экономика. Все, что мы делаем, это наша экономика. Конкуренция с Крымом после открытия моста нас не пугает. Что такого интересного готово предложить Анапа, чтобы не только удержать, но и привлечь новых туристов? Ну, я уверен в том, что наши потребители, наши курортные отдыхающие, которые к нам приезжали, они Анапу знают, они Анапу любят, они и так будут приезжать. Мы стараться будем максимально развивать Анапу в плане, скажем так, рекламировать новым брендом. Сейчас у нас вот-вот должен заработать сайт наших курортных, именно сфер. Будем рекламировать себя для того, чтобы привлечь еще больше туристов на территорию Анапы. Ну, в первую очередь, наше богатство – это пляжи. Сколько было снесено, назовем это, незаконные конструкции, которые просто уродовали пляжи? Ну, у нас в том году, в сентябре уже по итогу, начали мы работу эту с августа, незаконные объекты сносить. Порядка 70 конструкций мы снесли на территории пляжных, именно территорий, на всех. У нас свыше 109 на сегодняшний день, согласно реестру нашего пляжных территорий. Из них 8 муниципальных. Это наши муниципальные пляжи, которые закреплены за Мупаку. Остальные все это наших санаториев, отели крупных, детских здравниц. Все остальные пляжи внесены в реестр в един. А насколько сократится количество торговых объектов? Ведь, вспоминая, вот прошлый год, там и самого пляжа-то из-за них не было видно. Ну, во-первых, у нас есть постановление ЗСК-1289. Мы строго будем действовать в этом направлении. У нас на пляжных территориях только будут напитки и мороженое. И если и будет что-то еще, то только в промоупаковке. Значит, мы сократили с тем годом, у нас было 113, согласно дислокации объектов. Мы их сократили до 30, потому что всего разыграли в том году на торгах 27 объектов. Мы оставили 30, 33, если я не ошибаюсь, если быть точным. Значит, вот все эти объекты будут разыграны с аукциона, и все будут работать. Что касается остальных объектов, категорически будем требовать, чтобы не было никаких вот этих больших аттракционов, которые занимают лишнюю площадь. Будем уделять внимание особо это, чтобы люди комфортно себя чувствовали, чтобы они могли свободно пройти к морю, чтобы был доступ свободный, чтобы они могли не только на лежаках, но и просто на песке полежать, позагораться, скажем так, чтобы могли комфортно отдыхать. Ну а кто будет следить за санитарным состоянием пляжей? Кто учистоте их будет поддерживать? За санитарным состоянием у нас будут созданы, во-первых, мобильные группы, в которых состав войдет Роспотребнадзор, в первую очередь, которые отвечают за данное направление, именно за санитарную зону. Наши сотрудники будут участвовать, это санитарно-курортного нашего управления. Ну и в том числе остальные наши коллеги, это управление муниципального контроля и управление торговлей, будут смотреть именно за торговыми объектами, как они будут осуществлять свою деятельность, чтобы они тоже не делали нарушения именно санитарного законодательства в том числе. А по чистоте пляжных территорий? По чистоте пляжных территорий, значит, у нас на сегодняшний момент 11 единиц техники в МОПАКУ, дополнительно мы приобрели туда 5 единиц, для того, чтобы нам было более, скажем так, эффективно работать. Значит, сегодня у нас есть одна единица селки, которая пересеивает песок, убирает мусор, скажем так, отделяет палки, ветки, и остальной всякий мусор убирается, остается чисто гладенький песочек. Уверен, что справимся. И доступность пляжей для людей с ограниченными возможностями. Мы об этом с вами уже говорили. Сколько пляжей в этом году уже будет готово принять людей этой категории? Ну, я встречался с организацией наших инвалидов. Мы с ними приняли решение, что на сегодняшний момент по возможности мы делаем территорию центрального пляжа, там будет именно доступ для них, и будут все условия созданы. Это в первую очередь будут для них раздевалки специальные, будут туалеты, будут посты спасательные, и в том числе будут медпункты, в которые они могут свободно заезжать, как бы на своих, скажем так, инвалидных креслах, и получать, скажем так, какие-то консультации, и все. И второй пляж мы на Витязево, тоже на центральном пляже Витязево, тоже планируем сделать такую же доступную среду для наших людей с ограниченными возможностями. Есть у нас еще две территории, на которых, возможно, тоже можно будет им пользоваться. Это территория высокого берега, санатория, и второй – это Малая Бухта. Вот там. Доктор Ильич, вот будут ли какие-то дополнительные приятные опции? Я знаю, что обсуждаются варианты освещения пляжей в вечернее время, вроде как, возможно, вариант бесплатного интернета. Что еще планируете? Ну, мы занимаемся сейчас и Wi-Fi, занимаемся дополнительной установкой видеонаблюдения. У нас и так на всех пляжах, которые закреплены за санаториями, там и так есть и видеонаблюдение, и они свой Wi-Fi подключают тоже для людей, для своих. Что касается муниципальных пляжей, мы занимаемся этим вопросом. По освещению тоже будем делать максимально, чтобы комфортно людям было и в ночное время находиться на территории пляжей. Будем стремиться к тому, чтобы было и освещение фактически везде. Ну, где не будет, уже будем в следующем году усиливать в этом вопросе. Ну, вот наведение порядка и обеспечение безопасности. Наверное, это главные тезисы, которым возвращались каждый раз на Совете Безопасности, который у нас прошел. Сегодня все наши предприятия имеют паспорта безопасности? Нет, к сожалению, не все. Я не буду лукавить, я скажу правду. Да, у нас 50% всего лишь на всего объектов, которые имеют паспорта безопасности. Сейчас у нас плотно, мы занимаемся с Росгвардией, делаем категорирование в ускоренном темпе. Почему? Потому что губернатор дал поручение до 1 июня закончить эту работу. Мы сейчас максимально постараемся все объекты откатегорировать, подготовить документы, чтобы они могли сдать их в Росгвардию для уже получения паспорта. А что дает этот паспорт безопасности? Ну, помимо того, что это документ сам по себе, да, то есть вот фактически, что изменится в системе контроля, в системе безопасности санаторийно-куродного комплекса? Ну, паспорт безопасности, во-первых, конечно, он в первую очередь необходим при чрезвычайной ситуации. Если, не дай бог, что-то произошло на объекте, тогда сразу видно в паспорте безопасности указано все. Кто за что отвечает, да, кто несет какую ответственность за какое направление, где на объекте располагаются видеокамеры, где располагаются пожарные системы, где находится, ну, все описано в этом паспорте безопасности. Конечно, паспорт, он, скажем так, имеет, вот, если, не дай бог, еще раз говорю, повторюсь, где-то что-то происходит, паспорт поднимают и начинают потом разбираться, что, как, чего и почему. Еще один вопрос, что у нас будет с пунктами проката водного транспорта? Что будет со стихийными точками, которых вот в прошлом году было просто множество? Кто их будет контролировать и при необходимости реагировать, наказывать, закрывать? Значит, на сегодняшний день мы оставили 18 прокатов на территории, которые будут забрендированы в едином стиле, которые будут все в одинаковой форме работать. там, сотрудники их. Что касается нерадивых этих всех наших точек, у нас создана мобильная группа, есть постановление, в состав мобильной группы вошли все наши структуры, которые наделены полномочиями, вплоть до конфискации оборудования, вылаза его на штрафстоянку, и дальше мы уже будем разбираться в судах с такими объектами. Ну и ваш прогноз на следующий сезон. Какие направления вы будете держать под особым контролем? И, Эдуард Ильич, ну, зная вас, наверняка у вас уже есть план работы и на следующий сезон. То есть, какие проекты вы будете продвигать, что называется, с перспективой? Мы сегодня, скажем так, навели порядок, это упорядочили всю эту торговлю, и теперь главное это сохранить. Мы максимально будем уделять внимание нашим пляжам. Почему? Потому что от этого и зависит комфорт наших людей, приедут ли они в следующем году или нет. Потому что пляжные территории – это все-таки лицо нашей Анапы. Что касается планов на следующий год, конечно, я проработал здесь не так много, могу сказать одно, я вижу, что очень много у нас все-таки людей с ограниченными возможностями. В первую очередь я максимально хотел бы уделить внимание этому вопросу. Я хочу, скажем так, вот уже делаем в этом направлении много, но еще больше, в первую очередь, уделить этому внимание. То есть, больше на пляжных территориях создать условия, больше, скажем так, в городе тоже уделить внимание, где-то спуском, где-то парапетом, где-то кнопком, для того, чтобы эти люди могли свободно себя чувствовать комфортно, так же, как и мы себя чувствуем. Дорогич, спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию. Спасибо за этот интересный разговор. Далее информация о погоде на выходные. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». По прогнозам синоптиков, 19 и 20 мая в Анапе ожидается переменная облачность. В воскресенье возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Ночью прохладнее – 18 выше ноля. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. До новых встреч в эфире. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ АБОНЕМЕНТ НА МЕСЯЦ ЗАНЯТИИ ВСЕГО ПОЛТОРЫ ТЫСЧИ РУБЛЕЙ ВИТИСЬ АНАПА САМБУРОВА 254 Мы делаем спорт доступным.